Всем привет, вы на канале Стрикс, с вами Виктор, мы продолжаем делать обзоры в мире кораблей. Сегодня на обзоре у нас Фелик Шульц, сразу после Фелика Шульца у нас будет Элбинг 9-10. Очень-очень сильно, на самом деле, давно хотел сделать обзор на эти сменщики, и вот недавно я начал на них заново играть, и блин, они невероятно потрясающие. Итак, многие скажут, типа, вот Стрикс, ты тут бронирование, блин, а здесь есть бронирование, ребят, и говорить, что хотите, заходите камнями, закидайте, здесь есть бронирование, и я буду его рассматривать. Итак, что мы имеем, 19 мм, в принципе, оконечка и кормовая обшивка, но в центре палуба и бортовая обшивка у нас 25 мм. 25 мм, извините, позволяет как минимум вытанковывать все советы. Получается, советы у нас инерционочкой, получается, начинают пробивать, британцы не пробивают, калибр линкоров не каждый пробивает, калибр 380 пробивает, а вот меньше калибр уже 25 мм не шьет, соответственно. Лучше всего это, безусловно, работает против фугасных эсминцев, и если будет стрелять в центральную оконечку, здесь пробития не будет, безусловно, корпус большой, поэтому где-то залетать все-таки будет, но это плюс, это плюс, помимо того, позже учит у нас 24200. Итак, возвращаем командиры, у нас уже 27350. Да, касательно сборки, я вам чуть позже ее покажу, она будет такая же, как и, в принципе, на Элбинге, с небольшим отличием, но, тем не менее. Артиллерия, и это главная фишка этого эсминца, калибра 150 мм, 3 башни, по 2 орудия, дальность бы 15.1, это у нас в раскачке. Время пересадки 6.5, фугасная альфа, больше напоминает советскую, 1800, но очень хорошая вероятность поджога, и в отличие от других немцев, или, допустим, той же Z-42, которая идет за сталь, здесь бронепробитие оставляет 38 мм в стоке. Это, блин, очень много, это пробиваем палубы американских линкоров и пробиваем всех французов и британцев. Баллистика шикарная, немецкая, 960 метров в секунду. И еще отдельная фишечка, это, конечно же, главный калибр на бронебойках. Альфа в разгоне 3978. И это офигеть, какая альфа для такой перезарядки. Здесь очень классное пробитие, и это самые точные корабли в игре. Точнее, этих эсминцев, арт-эсминцев, так скажем, ну, они, конечно, универсалами являются, но это самые точные эсминцы в игре, да и, в принципе, точнее славы и любого корабля, который вы можете только встретить. Элбинг — это вообще отдельная история. Рассею не составляет 60, мать его, 3 метра, ребят. Они бьют в пиксель, я вам, честное слово, говорю, на 15 километров 6 из 6 пулей залетает. Это невероятно, невероятнейшая точность. Помимо всего... Ну ладно, касательно ББшек я уже, в принципе, в бою расскажу. Есть торпедки на 12 километров, 50 узлов, они медленные, но идут довольно-таки далеко. Урон 16500, это что-то среднее, перезаряжается полтора минуты, это тоже довольно-таки быстро. Далее, конечно же, глубинные бомбы и ПВО. Блин, на этом эсминце есть ПВО. Почему оно есть? Потому что, во-первых, большой урон от разрывов, довольно-таки неплохой получается. Постоянный урон и аура почти в 7 километров. Здесь есть еще, ребят, закрадочка. Я еще дополню момент по расходникам. Далее по маневрности 38 узлов, тоже очень хорошо. Это уровень Шамаказа на девятке. Соответственно, есть вариант с форсажиком, есть вариант с первой, к ми. И, конечно же, флажки. Далее маскировка 7.1. Тут уже, конечно, мы страдаем, но это арт-эсминец. И вообще, это, знаете, даже не арт-эсминец или там какой-то универсал. Это крейсер в слоту эсминца. Поверьте, это крейсер в слоту эсминца. И играется он как крейсер. Закрываем всю эту историю. Быстренько по оснащению. У нас есть дымовая шашка, есть закрадка. Ты говорил про форсаж. А где форсаж? Ребят, в обновлении, в следующем, здесь аппают эти эсминцы. Здесь в отдельном слоту будет форсаж. Будет стандартный, 8%. И это очень классно. Он апнит динамику данным эсминцам. Они и без того очень шикарные. Наносят шикарный урон. Это убийцы линкоров, крейсеров, где-то даже эсминцев с эсминцами. Некоторыми посложнее. Но на дальней дистанции вы будете попадать. Теперь по сборке. Соответственно, основное вооружение. Далее. Защита машиноотделения. Гапа здесь нет. И это да, это слабость. Гапа нет, это слабость. Далее система наведения на точность. Разгон, маскировочка и перезарядка. Дальность в этом слоту я не ставлю. Мне нужна перезарядка. И теперь касательно перках. Поворот башен. Здесь, ребят, довольно-таки долго крутится башня. 22. Без нее это практически линкорный показатель будет. Поэтому без вариантов. Далее. Из основных еще перков, конечно, профилактика. Из последних сил. Перк на хпм. Максимально апаем живучесть. Отчаянный. Урон бронебоек. 7,5%. Это неплохо. Плюс глубинки. И, конечно же, гк заточка. Дальность и бесстрашные минус 10%. Пока вы светитесь. Это очень классно. Ну и, соответственно, на остатки я беру ликвидатор. Да? Вероятное затопление торпед. Такая вот сборка. Переходим в бой. Смотрим и наслаждаемся. Итак, ребят. Прежде чем я перейду к своему опыту игры на данном эсминце. Я бы хотел все-таки напомнить. Что? Я создал свой клан. Под названием Фокс. В данный момент набираю всех желающих. Я не буду привязываться к Про Альфе и к Про Центу Побед. Мне больше важны именно те люди, у которых есть желание учиться играть, если, допустим, у вас невысокий скилл. Желание играть в клановые бои, турнирные бои и умение уважать. Это самое главное. В клане я лично не потерпел бы ЧСВ-шных игроков. Все на равных. Поэтому все желающие подавайте заявку. Пишите в Дискорд. Ссылка в описании. Далее у меня, конечно же, есть канал на Бусте. Там уже два видео с гайдами. Особенно полезно для новичков. Если туда люди будут подписываться, то я буду продолжать выпускать гайды именно туда. Все. В принципе, основное, что хотел сказать перед началом рассказа об эсминце. Я сказал, теперь давайте по порядку. Итак, общее мнение, впечатление. Я в восторге от данных эсминцев. По факту, они являются чем-то универсальным. Почему универсальным? Потому что есть хорошее ПВО, есть торпеды. Да, они самые быстрые, но они есть, они длинные. И есть главный калибр. Основной расчет этого эсминца, безусловно, конечно же, главный калибр. И этот главный калибр позволяет вытворять просто какие-то лютейшие вещи. Легкие крейсера, ваша добыча. Минотавр, Нептуны, всякие Азумы, Демойны. Ну, Демойн, конечно же, не легкий крейсер, но он туда же заходит, поверьте. Сиэтлы и прочие. Вся история. Кливленды. Всякие Шиманта, Магами. Я могу перечислять долго, вы, в принципе, сами прекрасно понимаете. Все эти крейсера вам на 2-3 залпа. Поверьте, 2-3 залпа этот крейсер отлетит. Но, безусловно, нужно все-таки стрелять в борт. Потому что точно здесь просто феноменальнейше. Вы, в принципе, увидите по стрельбе в этом бою. Итак. Первое по позиционированию. Это не эсминец в чистом виде. Это крейсер, ребят. Крейсер в слоту эсминца. Вы не борец за точкой. У вас нет гапа. У вас огромный засвет. Забудьте, выкиньте эту мысль из головы раз и навсегда. Не заходите на точки. Не ваша задача за них бороться. Проспамить. Подловить эсминца под чем-то засветом. Правильно. Но самому искать и гоняться это ошибка. У вас большой засвет. Вас пересветит какой-нибудь югума. Да, в принципе, какой-нибудь любой торпедный эсминец, который у инвиз меньше. И вы будете выхватывать от всей команды. Ваша задача во фланге. Где-то в наглую. Крейсера, линкоры. Ловите бортоходов и они отлетают. Данный эсминец отрывает по 7, по 6, по 8 тысяч линкором в борт. Исключение составляет все-таки советы. Советы. Где-то немцу нужно выцеливать каземата, потому что нижний бронепояс вы не пробьете. Если же Леван вставит цель, допустим, как в данный момент, изюм, соответственно, заряжайте фугасы. Здесь оконечки пробиваете всех линкоров. Оконечки пробиваете всех крейсеров абсолютно. И пробиваете палубы практически всех крейсеров в этой игре, кроме Петропавловска и всех, у кого свыше 40. Соответственно, в основном у нас 30 миллиметров. У вас есть все для того, чтобы уничтожать цели. У вас есть точность, хорошая ГК, хорошая альфа, хорошее пробитие. Соответственно, 10 тысяч мы накидали. У нас тут изюмчик. Выцеливаем ему разные части, чтобы завешивать как можно больше пожара. Как только он подставляет ромбик или борт, заряжаем бронебойки, и каждым залпом вы будете отрывать 5 тысяч. И через считаете, каждую там 6,5 секунд, вы отрываете 5-6 тысяч. Да, где-то там ромбик подставят, будет рикошет. Но в среднем вы будете в восторге от того, на что способен данный сменец. Помимо прочего, торпеды. Здесь их, конечно, всего 2 торпедных по 4 торпеды. Вы их спамите без конца, на рандом, где-то на удачу, где-то на ход, и они заходят. 2, 3, 4 торпеды за бой, они вам, в принципе, где-то помогут апнуть. Либо урончик, либо где-то за топ, вы потом фугасами закинете пожар. Здесь все настолько хорошо и шикарно. Но, наверное, все-таки должны быть минусы, да? Ну, первый минус, это, конечно же, инвиз и гап. Далее, это здоровый сменец, по нему не так сложно попадать. И, безусловно, не с каждым эсминцем вы способны в легкую перестреливаться. Какие-нибудь советские артиллеристы, которые имеют перезарядку выше, будут давать, по-моему, все-таки больше пробитий. Да, не забывайте то, что у нас 25 миллиметров. По данному эсминцу, многим эсминцам нужно стрелять с бронебоек, потому что не везде вы будете давать пробития, хоть здесь и настройки, кстати говоря, большие. Соответственно, на средней и дальней дистанции вы будете четко вкладывать в эсминец. В, так скажем, определенный ромб ББшки взводится лучше. Где-то по эсминцам будет заходить сквозняки и нужно зарядить фугас. Но здесь альфа довольно-таки маленькая. И 1800, конечно же, эта цитадельная альфа, безусловно, проходит меньше урона. Поэтому, в основном, даже где-то выгоднее стрелять в борт эсминцам с бронебоем. То, как отлетают эсминцы с бронированием в 25-50 миллиметров, это вообще отдельная история. Потому что, грамотно подловив Хабаровска, Зоркова, либо Дельного, вы навтыкаете по самой неболой. Но дело ситуации. Соответственно, я думаю, сами прекрасно понимаете, можете и выхватывать. Так, что мы видим? А мы видим, ребят, Сантандр. Для нас это легкий крейсер. Я уже зарядил, конечно же, бронебойки. И посмотрим, будет ли на 11 километрах вылетать цитадели. Я вам скажу, будут, ребята, будут. Это убийц легких крейсеров. 11 тысяч просто за залп. Представьте, если вы его подловите, когда он без динамики. Но, я думаю, вы понимаете, что шансов у легкого крейсера, который подставит вам борт, нет. Он схлапывается, как хлопушка. Вы со своей перезарядкой убиваете. Смоленский, Сантандр. Ну, в принципе, я вам уже перечислял. Исключение вставляет, на самом деле, советы. Нужно выцеливать казематы. Видите, я беру по носику, в надстройке, чтобы где-то в казематы залетал нижний бронепой. Все-таки будет непробитие. Но легкие крейсера, это ваш корм, ребят. Вы просто питаетесь. И игра на данных крейсерах, да, крейсерах, доставляет максимальное удовольствие. Вы посмотрите, просто из шести по пять пулек стабильно залетает. Летит все тютелька в тютельку. Просто берите грамотное упреждение. В остальном же этот осьмениц помогает вам попадать, куда вы хотите. Далее. Ой, что же еще добавить-то, ребят? Не знаю. Ну, тут бой только начинается. Мы уже накидали 78 тысяч. И у нас довольно-таки хорошая позиция. У нас еще те торпеды не дошли. У нас уже перезаряжаются другие. При этом мы еще даже не активировали навык отчаянный. Мы его еще даже близко не активировали. Соответственно, пытаемся сами себе подсветить. Потому что некому. У нас все корабли находятся за островами. У нас есть Азума. Азума, который, скорее всего, будет упарываться в нас. И на дальней дистанции все-таки будет довольно-таки сложно. Торпеды от Сантандра не дойдут. Потому что он был довольно-таки далеко. А было довольно-таки страшно. Соответственно, так как мне никто не светит. Владивосток идет на кайте. Азума будет меня расстреливать. А Сантандр ушел за остров. Ну, нужно менять позицию как таковую. Пока есть возможность. Закинули еще залп по Владивостоку. А, наверное, что сказать. Для фанатов эсминцев и для фанатов игры от главного калибра на эсминцах. Эта ветка просто мастхэв. Она легкая. В ней нет ничего сложного. У вас есть все. То есть, здесь не нужен какой-то супер скилл для игры на данном эсминце. Сам эсминец за вас, в принципе, это все делает. Вам нужно правильно брать упреждения и правильно выбирать тип снарядов. Где-то отманеврировали, где-то притормозили, где-то стали в дымы, где-то вовремя вышли из дымов. Фугас пробивает, ББшки пробивают. Но это сказка, ребят. Это просто сказка. Наверное, скажете, ой, стрикс, да у тебя там, наверное, все инбы. Да неправда, ребят. Но фанату артиллерийских кораблей эти эсминцы просто не могли не зайти. Да, есть свои нюансы сложности. Хочется все-таки динамику повыше, которую апнут, ребят. Здесь будет форсаж в отдельном слоту. Не хватает гапа. Вы не являетесь каким-то контр-эсминцем. Вы больше, на самом деле, все-таки крейсер. Маленький крейсер. Маленький крейсер, который питается линкорами, крейсерами, эсминцами. И при этом у вас на самом деле при заточке в ГКа еще и сильное ПВО. Затачивая, получается, перезарядку где-то в дальность, вы апаетесь и ПВО. Помимо прочего, у вас есть заградочка в отдельном слоте. Получайте удовольствие. Что-то добавить еще. Ну, давайте, наверное, больше побоев. У нас большая часть команды, к сожалению, находится на той стороне. А зума, ну, сами понимаете, у нее баллистика хорошая, она попадает. Тачанка у меня все-таки огромная. Не так уж сложно по ней попадать, но и ничего не делать, ну, как-то тоже не то. Поэтому я не стесняюсь. Я размениваю свое ХП. Да, у меня осталось 11 тысяч. Ничего страшного, поверьте. Нету хилки. Да, кстати, нету хилки. Десятки тоже нету хилки. Но здесь изначально настолько огромный запас очков боеспособности, что, по факту, если бы вам еще выдали хилку, это была бы имба. Считайте, что у вас девятка, которая изначально уже хилками, так скажем, подпитана. Да, то есть, ну, 27 350, ребят. Ну, это почти показатель Смоленска. Да, у Смоленска больше намного, но это все-таки девятка. А там у десятки еще больше ХП. Поэтому тут цепляться к отсутствию хилки нет смысла. И это было бы максимально, ребят. Неправильно, потому что хилку данному эсминцу, это будет имбищем. Особенно в сильных руках. Он и так позволяет вам делать, так скажем, абсолютно все, что вам нужно. Так еще и хилку, но это перебор. Азума тут очень сильно хочет отменять детей. Ничего не поделаешь. Тут Иллинойсик. Я сейчас отсвечусь благополучно. Там у нас есть еще Сан-Мартин. И моя задача просто занять хорошенько позицию. И заплевываю Теллинойс. В принципе, у меня с ним проблем нет. Палубу я ему пробиваю. Аконечки пробиваю. Фугасики, пожарчики, пожалуйста. Смечаемся вверх на прострел. Но, опять же, светить-то особо, к сожалению, некому. Я бы очень сильно хотел выхода Сан-Мартина, которого мы, в принципе, с вами можем без проблем на бронебойке, так скажем, насадить. Ну и, наверное, еще все-таки еще раз упомяну по позиционированию. Вы не борец за точки. Вы крейсер в слоту эсминцев. Ваша задача убивать линкоры, легкие крейсера. Борьба за точки. Это все-таки, ребят, игра эсминцев. На самом деле, торпедных у тех, у кого есть инвиз. Если вам засветили эсминца, стреляйте, не стесняйтесь. Вы попадете. Какая-никакая альфа фугасная поможет. Нужно зарядить бронебойки. И с эсминцем у вас тоже проблем не будет. Но гоняться специально не нужно. У вас нет гапа. Вы сядете на бутылки. И впоследствии, думаю, вы сами понимаете, будут для вас плохие. Не торопимся. Ждем идеального момента. И весь вражеский сетап будет принадлежать вам. В Иллинойс открывается. Пожарчик. Замечательно. Торпедки просто кидаем по КД. Они еще не успеют. Те дойти у нас от КДшится. Следующие. 8300 хп. Перезарядка у нас составляет уже 5 секунд с копеечкой. И, блин, ну... Это замечательно. К сожалению, торпеды, по-моему, Иллинойс ловить не особо собирается. А нет. Есть. Одна таблетка. Одна торпедка с затоплением. Получаем урон. У нас остается 5500. 127 накидали. Ну... Даже в таком бою, где вражеская команда полностью сыпется, мы успеваем реализовать эсминец, грамотно его позиционированный на карте. То есть, где-то заходя во фланг, где-то кого-то подлавливая. У нас есть Рома, Кюрфюрст, Сан-Мартин у нас, судя по всему, уже от КИС. Да, Сан-Мартин и КИС. У нас есть еще Азума и Невский. Ну, поднимаемся вверх, забираем точку. 131 на 1000. 4 цитадели. Жалко, что здесь не попалось такое количество легких крейсеров на фланге. Мы, конечно, тут на цитадели ли? У-у-у, только вперед из песни. Но, я вам так скажу, Минотавр, который вам поставится. 2-3 залпа, ребята. И, в принципе, по-моему, в обзоре на Элбинг, ну, обзор я еще не записывал, но там есть бой. И там мы, сколько, 2-3 залпа потратили, чтобы убить Минотавр, если не ошибаюсь. Но, это мы увидим в следующем обзоре на десяточку. Соответственно, Невский. 15 тысяч у него осталось. И, правильно, фатальный ошибка. Невский подставляет нам Бартинку. Но, он успеет среагировать. У Невского нижний бронепояс все-таки неплохой. Где-то, видите, непробитие. Белый урон залетает. Но, так как у него бронебойки, 2-600, заряжаем фугасики, даем 100% пробить. И, в принципе, Невский у нас отсыхает. По нам, соответственно, рикошеты. Правильно. Знаете, почему по нам рикошеты? Потому что у нас 25 миллиметров. И бронебойки крейсеров мы рикошетим все. 25 миллиметров, извините, пробивает только калибр 380. Все остальное будет рикошет под определенным углом. Собственно, что и было сейчас с Невским. Будь у него фугасы, скорее всего бы... А нет, подождите, альфа. Бронепробитие 180, по-моему, 20... Блин, не хочу соврать. Может быть и 2... Не помню, сколько у Невского, ребят. К сожалению, 180. Она может варьироваться. У нас 178 хп. 148 тысяч отчаянный на максимум. И тут, в принципе, бой заканчивается. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Вступайте в клан. Пишите комментарии. Увидимся в следующих обзорах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok